Севолод Гаршин. Сказка о жабе и розе. Жили на свете роза и жаба. Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен. Сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенной зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась. Пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчики и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компанией у прочих собак, подходившие к дому мужики. А цветник от этого разрушения стал нисколько не хуже. Остатки решетки заприли хмель, повелика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной почве цветника, вокруг него был большой тенистый сад, достигали таких больших размеров, что казались чуть ли не деревьями, жирные коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки еще выше их. Крапива занимала целый угол цветника, она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темной зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы. Она распустилась в хорошее майское утро, когда она раскрывала свои лепестки, улетевшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала, но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сияющего солнца, проникавшего в ее тонкие лепестки розовым светом. В цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла и в самом деле плакать, но не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить, она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был ее словами, слезами и молитвой. А внизу, между корнями куста на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потянистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабьи глаза и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые, бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону. Ей было лень подвинуть ее к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде. Она уже наелась и собралась отдыхать. Но когда ветерок на минуту стихал, и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство. Однако она долго ленилась посмотреть, откуда несется этот запах. В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Еще в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на земнюю спячку, в цветник в последний раз зашел маленький мальчик, который целое лето сидел в нем каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна. Она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник. Это был его цветник, потому что кроме него почти никто не ходил в это заброшенное местечко. И придя в него, садился на солнышке на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесенную с собой книжку. «Вася, хочешь, я тебе брошу мячик?» – спрашивает из окна сестра. «Может быть, ты с ним побегаешь?» «Нет, Маш, я лучше так, с книжкой». И он сидел долго и читал. А когда ему надоедало читать о робинзонах, о диких странах и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окруженным мохнатыми, беловатыми листьями стеблями коровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегает вверх к своим коровам, травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щетинками своей спины. А один раз под вечер он увидел живого ежа. Тут и он не смог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи. — Вася, милый, иди домой, сыр остановится, — громко сказала сестра. И ежик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек. Зверек еще больше съежился и глухо, и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина. Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка. В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели. Она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький Томик. Да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок. — Маша? — вдруг шепчет он сестре. — Что, милый? — Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели? — Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку. — Хорошо, голубчик, хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе. Доктор позволит тебе выйти. Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать. — Уже будет. Я устал. Я лучше посплю. Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце. Он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходившее на цветник, и кидало яркие лучи на постель, и належавшее на нем маленькое тельце, освещая подушки и одеяло, и золотя, коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка. Роза ничего этого не знала. Она росла и красовалась. На другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий — начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь. Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя. Ее заметила жаба. Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков, и все смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза. Она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов. «Постой!» — прохрепела она. «Я тебя слопаю!» Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку. Иногда они уносились куда-то далеко, куда — не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такую, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек. «Я тебя слопаю!» — повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило у нее ужаснее, и переползла поближе к Розе. «Я тебя слопаю!» — повторила она, не глядя на цветок. И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветки куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно. Ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и Роза замирала. «Господи!» — молилась она, — «хоть бы умереть с другую смертью!» А жаба все карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кожа розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо, и окровавленная свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок. «Я сказала, что я тебя слопаю!» — повторила она. Наступил вечер. Нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда. Ее царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка. Она отдыхала довольно долго. Наступило утро. Прошел полдень. Роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею. Маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке. Сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы. Да пчелы, жужжа, садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива. Ей казалось, что соловей поет для нее. А может быть, это была и правда? Она не видела, как ее враг незаметно взбирается на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха. Кровь покрывала ее, но она храбро лезла все вверх. И вдруг среди звонкого и няжного рокота соловья Роза услышала знакомое хрипение. Я сказала, что слопаю и слопаю. Жабьи глаза пристально смотрели на нее с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает. Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у нее лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ее усталая голова склонилась. Бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала. «Маша?» — вдруг прошептал он. Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике, и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула. «Что, милый?» «Маша, ты мне сказала, что розы расцвели. Можно мне одну?» «Можно, голубчик, можно?» Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза. «Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе ее сюда на столик в стакане, да?» «Да, на столик. Мне хочется». Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты. Солнце ослепило ее, и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то мгновение, когда жаба хотела схватить цветок. «Ах, какая гадость!» — вскрикнула она. И схватив ветку, она сильно тряхнула ее. Жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она была прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья, и тотчас далеко отлетела от брошенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз, и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату. Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой. «Дай ее мне!» — прошептал он. «Я понюхаю!» Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал. «Ах, как хорошо!» Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным. И он замолчал навсегда. Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали недаром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания. А Розу, молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни Розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту историю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok